Для того, чтобы получить такое понятие, мы должны произвести некоторую работу с теми пропозициями, которые возникают у нас, но в некотором роде непосредственно как реакция на эмпирические факты. И вся история логики идёт, на мой взгляд, именно по этому пути, по пути редукции информации о понятии, к информации о суждениях и умозаключениях. Хотя мы считаем понятие атомами нашего мышления, изучение понятий с помощью символической логики произошло значительно позже, чем изучение суждений, умозаключений, теорий и более крупных форм мышления по той же самой причине, по которой сначала биология изучает многоклеточные организмы и только потом доходит до изучения одноклеточных организмов. То есть это такой естественный ход нашего познания. Он направлен от целостных систем к далее неразложимым элементам. И выбор способа структурирования мира языка будет определять минимальную единицу мысли. То есть если мы исходим из того, что мир состоит из фактов, а язык из предложений, то и мышление будет состоять из суждений. И далее более сложных форм, таких как рассуждения. А вещи слова не считаются самостоятельными единицами соответствующих областей. И тогда их свойства будут определяться свойствами вхождения вещей и мыслей, соответственно, факты и суждения. Например, Бертран Ла Рассел, когда анализировал понятие с помощью пропозициональных функций, он ввел такое определение неполных символов. Вот маркер. С этой точки зрения понятие человек может быть сведено к неполному символу из пропозиции. Х есть человек, это полный символ, это некоторое высказываемое, констатирующее положение дела. Например, в Сократ есть человек. А понятие может быть редуцировано к неполному символу, когда мы опускаем первое обозначение и просто оставляем пустую форму. Есть человек. И тогда анализ пустых и непустых понятий будет сводиться к анализу истинных и ложных высказываний, которые принимают свое значение для того или иного индивида, по которым пробегает вот эта переменная Х. Мы можем сказать, что Моисей есть человек, но не можем сказать, что Пегас есть человек. И поэтому мы будем различать пустые и непустые понятия. То есть вместо дискурса, вместо речи о понятиях, мы используем речь о соответствующих частях суждения. Ту же процедуру перевода речи о понятиях на речь о суждениях мы используем в школьной логике, когда устанавливаем различные логические отношения между понятиями. Например, мы говорим, что понятия А и Б несовместимы, потому что предложение А, например, Х является А, и Х является Б, несовместимы по истинности. И все. То есть для выяснения любых отношений между понятиями мы выясняем отношения между суждениями, в состав которых эти понятия входит. И если довести вот этот прием сведения дискурса о понятиях к дискурсу о суждениях, то можно согласиться с подходом Дэвида Гилберта, для которого значение понятий, значение терминов, которые представляют понятия, сводится к их вхождению в истинные предложения. То есть как сказать, что такое равенство? Мы не можем брать понятие равенство и в лоб его явно определять. Мы вводим систему аксиом, то есть суждений, в которые входит термин равенство. И если эти суждения истинные, то тем самым задан смысл самого термина равенство. Например, известные аксиомы симметричности, рефлексивности, транзитивности информируют нас, какое значение мы связываем с этим символом равенства. И что касается теории познания, ну в основном критическая теория познания Карла Поппера, которая тоже отказывается от использования понятий, заменяя их суждениями умозаключениями, проблемами, вопросами, нормами, то есть более широкими, более сложными формами мысли, то приводится следующий аргумент. Суждения удобнее, чем понятия, просто потому, что суждения могут быть истинными или ложными. Само по себе понятие не несет вот этой информации о том, является оно пустым или не пустым, является оно единичным или общим. И с понятием мы можем связать какой угодно класс объектов. Вообще понятие обладает своими характеристиками чисто конвенционально. Но когда мы говорим о суждениях, существует некая объективная информация о параметрах данного суждения, на которую мы влияем меньше. И, ну, Поппер так не выражается явно, но из контекста его рассуждения можно выяснить, почему он предпочитает населять свой третий мир именно с суждениями умозаключениями и проблемами, а не понятиями. Что дискурс пропозициональный более информативен, чем дискурс понятильный. Дает нам больше информации о реальных фактах мира и как-то ограничивает наш произвол, наш конвенционализм, наше фантазирование и предостерегает от излишних ошибок. То есть вот у него чисто прагматические аргументы в пользу этой замены дискурса о понятиях дискурсом о суждениях. И вывод из этого напрашивается такой. Нет никакой информации в понятиях, которая не содержалась бы в поясняющих эти понятия суждения или в содержащих эти понятия суждения. И отсюда мы можем все наши рассуждения о понятиях редуцировать к рассуждению о суждении. Однако современная символическая логика, которая распространяет свои методы на анализ абсолютно любых форм мышления, реконструирует рассуждение о понятиях, но применяя современную технику. В частности, Евгений Казимирович Вашвила разрабатывает свое исчисление понятий, вводит обозначение понятий в строгом языке, который проясняет этот интересный факт, что понятие – результат конструирования наших мыслей из исходных суждений. То есть, если суждение выглядит так, ну, самое простое, А обладает свойством П, вот П от А – это суждение, то понятие будет построено из этого суждения. Значит, структура его говорит. А такое, что А обладает свойством П. То есть, уже в самой этой языковой записи содержится информация о том, как мы строим понятия из имеющихся суждений. И мой тезис таков, что сама структура понятия имеет информацию, не сводимую к информации, которая будет находиться в соответствующих суждениях. То есть, то, что отмечено в языке, вот эта дополнительная информация, она существует и в самом идеальном объекте, в самой этой мысли, которую мы называем понятием. То есть, мысль, выраженное понятие, она содержит, конечно, меньше информации, чем в суждении, но она содержит такую информацию, которой в суждении нет. Ну, это можно показать на таком примере. Вот стандартная наша классификация понятий по числу элементов объема, вот на пустые, единичные, общие, универсальные, проводится, как известно, по двум разным основаниям. Существованию или несуществованию объекта с одной стороны и количеством объектов с другой стороны. И вот во многих школьных, ну, не школьных, а университетских, можно сказать, учебниках для первого курса по логике проводится такая классификация. Понятие по объему делится на пустые, запятая, единичные, запятая и общие. Что такое, собственно, почему такая странная классификация сразу по двум основаниям. Потому что упущена та самая информация о понятиях, в которой нет суждений. Я исхожу из того, что пустое понятие может быть единичным, например, пегас. Также пустое понятие может быть общим, крылатый ком. Потому что быть пустым, не пустым, быть единичным и общим – это две различные характеристики. И возможны такие языковые средства, которые наглядно показывают, в чём разница между пустыми и непустыми понятиями. Но это вы все знаете. Пустое понятие, заведомо пустое, выражается противоречивой формулой. Ну, например, круглый квадрат. Если мы договоримся о том, что круглый и квадратный будет выражаться двумя взаимоисключающими символами, то понятие круглого квадрата будет иметь такую запись. А такой, что одновременно А обладает неким свойством и не обладает этим же свойством. Всё. И вот сама эта запись будет говорить о пустоте понятия. На мой взгляд, о единичности понятия тоже будет однозначно говорить его формулировка. Но, например, такое понятие, как самое большое натуральное число. С одной стороны, это понятие пусто, а с другой стороны, оно единичное. Ведь мы не можем сказать, что существует класс самых больших натуральных чисел. Значит, для записи понятия нам потребуется такая формула, которая непосредственно указывает на единственное. Значит, это будет такой А, который обладает неким свойством. Так, можно тут её есть? Ещё посмотрю. Получше. Так. А обладает этим свойством. И для всякого элемента Бэнта, если этим свойством он обладает, то Альфа равно Бэнта. Так, число скобок, не ошибаюсь. Значит, это самое большое натуральное число. Это такое число, что если оно обладает неким свойством, то всякое другое число, обладающее этим свойством, будет равно этому числу. То есть, сама запись нашего понятия будет указывать на единственность объекта, который потенциально может подпасть под это понятие. Также есть ещё проблема различения логического и фактического объёма. В большинстве случаев мы привыкли вот к такой ситуации, что логический объём некоего понятия всегда будет больше фактического объёма этого же понятия, если понятие будет связано с какими-то эмпирическими явлениями. Ну, например, понятие спутник планеты. Мы все прекрасно понимаем, что понятие спутник Земли имеет логический объём достаточно большой, потому что, в принципе, спутников Земли могло быть сколько угодно. Единственное ограничение, чтобы это было конечное число. Но фактически спутник Земли один-единственный, это Луна. И у нас есть такая предрасположенность отношения между логическим и фактическим объёмом экстраполировать на все случаи жизни. Это значит, какое бы мы понятие ни взяли, мы всегда ожидаем, что его логический объём окажется шире фактического. Так вот, это не обязательно так даже для случаев эмпирических понятий. Ну, например, эмпирические понятия кислород или организм меняют своё содержание, соответственно, свой объём в сфере открытия новых факторов. И поэтому мы наблюдаем возрастание фактического объёма данных понятий при сохранении логического объёма. Возможно, такие факты, которые заставят нас изменить и логический объём. То есть будут найдены какие-то существенные свойства данного явления, которые отсутствуют у других явлений. И эти существенные свойства будут налагать ограничения на логический объём. И поэтому такой жёсткой корреляции, что обязательно фактический объём включается, логический объём, здесь может и не быть. С другой стороны, вот эта проблема может быть прояснена на противопоставлении двух видов универсума. Универсум возможных объектов и универсум действительных объектов. Как правило, наш повседневный познавательный опыт, касающийся обыденной жизни или опыт научного познания, заставляет нас проводить следующее разделение между объектами действительными и возможными. Вот если у нас есть универсум, мы его делим на части. Объекты возможные и объекты неизвестительные.